Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается возможного покушения на его жизнь после возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района. Об угрозе жизни политика говорят и в экспертном сообществе страны. Еще больше встревожил Пашиняна сегодняшний случай с экстренной посадкой его вертолета. Он незапланированно сел на стадионе города Ванадзор, по официальной версии из-за плохих погодных условий. Премьер был вынужден продолжить путь в приграничную зону села Баганис на автомобиле, где его уже поджидали толпы демонстрантов, уж точно не желающих ему добра и долгой жизни. В Баганисе, где недавно завершилась делимитация границу, Пашиняна состоялась встреча в сельской школе. Несмотря на усиленную охрану, одной из журналисток оппозиционного СМИ каким-то образом удалось пробраться в здание учебного заведения. Правда, сотрудники службы безопасности премьера обнаружили ее и силой увели с территории школы. Сейчас он пытается убедить себя в том, что его не убьют. Но это простое проявление страха. О чем он думал, когда называл церковников агентами влияния? Во всем этом виноваты бывшие власти Армении, поскольку из-за них в стране долгие годы было некачественное образование. Это они подготовили учебники с неправильной историей. В итоге, многие, как и Пашинян, не знают ничего о реальной истории Армении. Это, правда, не помешало ему стать премьером. У нас очень невежественная глава государства. Пока сам Пашинян переживает за свою жизнь, в его окружении серьезно опасаются государственного переворота. Представители протестного движения, возглавляемого бунтарем священником Багратом Галстаняном, в открытую говорят о намерении захватить здание госструктур во время масштабного воскресного митинга в Ереване. В попытке предотвратить серьезное противостояние, правоохранительные органы Армении уже начали аресты противников действующей власти. В немилость впали в том числе убежавшие в Армению карабахские сепаратисты. Полиция провела обыски в доме Давида Саркисяна, того самого бандита, который некогда провозгласил себя мэром азербайджанского города Ханки-Анды. Ранее стражи правопорядка задержали так называемых руководителей Аскерана и Агдаре. Как выяснилось, все они в последние дни проводили многочисленные встречи с Багратом Галстаняном, планирующим свергнуть Пашиняна. В этом, как утверждает в Ереване, заинтересована также Россия, пытающаяся наказать премьера Армении предательстве главного союзника. НАТО делает все для открытия второго фронта против Российской Федерации. И для открытия второго фронта против Российской Федерации сейчас острие информационной войны нацелены на два государства, на Республику Армении и на Грузию. Любой ценой хотят они достичь этой своей пагубной для нашей государственности цели, потому что для них уже доподлинно понятно, что на украинском фронте, на украинском фронте и на украинском театре военных действий НАТО терпит, неизбежно потерпит провал. Надо бросить в сторону все разногласия и знать, что Пашинян хуже Гитлера для армянской реальности. Движение, возглавляемое священником Галстаняном, официально поддержали и в Союзе Армян-России. Из разных российских городов к рядам демонстрантов выразили готовность присоединиться сотни представителей армянской общины. Некоторые из них даже записали видеообращение с угрозами в адрес премьера Пашиняна. Они обещают прибыть в Ереван к акции, запланированной на 26 мая, и помочь митингующим добиться свержения власти. На этом фоне Россия отозвала своего посла в Ереване для консультации. Как и в каком направлении его будут консультировать, пока неизвестно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!